Сычок забей! Готов ответить на ваши вопросы. Давайте начнем с большого комментария победы. И то, что потерялись. Нет, не потерялись. Просто мы ищем стадион. Идем спасаться. Навигатор, все дела. Ну что ж, как было обещано. У нас следующий выпуск посвящен Казанке. Историческое событие для Луквозива. Историческое событие для новой команды. Первый в истории официальный матч. Трамп ФФЛ. Соперник старейший клуб России. И Знамя Труда. По этому поводу, конечно же, я взял клуб Ро. Итак, новый выпуск посвящен Казанке. Перед тем, как доехать до стадиона Торпеда, который сейчас сыграет Знамя Труда, мы остановились у стадиона Знамя Труда. Стадион построенный в 1914 году. Сейчас он на реконструкции. Наконец-таки. Потому что он пережил две войны, две революции. Пора бы уже перестроить. Ну, остановились мы не из-за стадиона, в первую очередь. А вот из-за этого памятника. Футбольный мяч. Дело в том, что в 2004 году команда Знамя Труда на клубном автобусе ехала на выезд. И врезались в контейнеровоз. Вот. И девять человек погибло. Из них четыре футболисты. Поэтому у всех футбольных команд традиция этого памятника постоять, помолчать по часу памяти. Что сейчас мы и сделаем. Как настрой? Боевой. Осталось пару километров в проекте, я так понимаю, да? Да. Что расскажет Знамя Труда? Они вроде в прошлом году заняли что-то предпоследнее место? Я в прошлом году. На самом деле, по зоне цех откатался. Но так есть воспоминания. Такая боевая команда, которая весь матч в защите проводит. И на контратах чисто играет. Чисто мои воспоминания, не знаю, как они сейчас будут. Посмотрим. Наша задача выиграть. А мы как играем? А мы контроль мяча. Красивые комбинации. Завершающие, вращающиеся в голы красивые игры. Ты скажи, кто-то из молодежи, когда кто-то вернулся? Легенда вернулась. Сыгрались? Да. В принципе, достаточно много времени провели вместе на сборах. Поэтому уже все очень хорошо их узнаем. Я думаю, с этим проблем не будет точно. Дмитрий встречался с нами. Дим, как ощущения? Ощущения? Нет. Совсем скоро можешь в официальном матче уже сыграть? Примнижение? Конечно, не менее. Обычные мяча, присущие. Ты опытный человек. Скажи, как молодые сыграли между собой? Ну, видимо, только в игре. Потому что тренировки все-таки, тренировки все будет. В игре копать у своего мужика. Ты как чувствуешь, что набираешь форму? Да, да. Как тренировки? Простые? Нет, не простые. Интересные. Я проработал с Фейс Викторща. Интересные тренировки для молодых. Это же самое главное. Лучше именно играть в футболе. Да, матч сейчас. Уже болельщиков запустили. И тут наши парни уже причем на экипировке. Казанки. Откуда, ребята? Сергей Фасад. Путь был какой? Ну, не самый близкий. 90 км на Матизе. Быстро. На Матизе? И сели? Мчали. Взлетали. Какие ожидания? Приехали ради чего? Ради Казанки? Ради того, что просто рядом играют на другом стадионе? Нет, ну чтобы Казанка победила, конечно. Ну и Сычев. Сычев должен подойти с фокусом. Ради молодежи нашей хотим, чтобы она прогрессировала. Побеждала. В основе было много молодежи. И росли наши парни. За наших парней всегда приятнее болеть, чем за кого-либо. Ну Сыч не молодой, но Сыч наш. Сыч капитан, да. Сыч молодой. Сыч молодой. Здесь 15 лет назад. Сейчас помнит молодой, забьет. Три-четыре голоса сейчас. Он в запасе. Ну так выйди, забьем. Сначала матча 20 минут остается. Ребята разминаются. На самом деле, если так просто чисто визуально сравнить разминку наших ребят и разминку знамени труда, очевидно, что все-таки у нас куда более техничные ребята. Процесс тренировочный более интенсивный. Знамя труда предпоследний месяц знали на прошлом сезоне. Сейчас у них команда тоже чуть ли не полностью изменилась. И никто не знает, что они себе представляют. Денис Викторович следит за разминкой, активно подсказывает. Пообщались мы с ним немного. Ну так, не на камеру и не для передачи. Но сказал он, что посмотрел на матч Орехова-Зуева. И, в принципе, ничего там сверхинтересного, выдающегося найдено не было. Очень боевитая команда. Борются они. Соответственно, Денис Викторович сказал, что наша главная задача спокойно опустить мяч на землю и играть свой футбол просто у нас. Галанин, у нас Тугарев, у нас Рыбчинский. Этими ребятами нужно не бороться. Это другое, без спорта. Нужно играть в футбол. Павел Утолин, администратор команды. Паш, все под контролем. Все отлично. Как вообще второй дивизион, дебют? С организационной точки зрения. Вот со своей стороны расскажи. С организационной было, конечно, тяжело. Но... Тяжело, я так понимаю, что было? Во-первых, с заявками разобраться, да? Чтобы была сквозная. Во-первых, с заявкой, да. Да, потому что заявка сквозная. Кого куда заявлять. Большой объем документации. Состав команды гостей. Состав команды гостей. Да. Подожди, состав команды хозяев. Хозяев, да. Ага, нам не нужны. Не нужны? Наш состав. Да? Ну, проблема. У нас вот... Денис Викторович, извините, я вас отвлеку буквально одну секунду. Один вопрос. Анисимов на Острие. Я помню, вы же его ставили глубже, когда он был в молодежке. Ну, для него эта позиция тоже знакома. Поэтому сегодня он выходит как центральный нападающий. Все, удачнее. Спасибо. Выходит команда на поле, в том числе наша Казанка. Первый официальный матч начнется буквально через полторы минуты. И вот он, Гин Блантера, звучит. Команды друг друга сейчас будут приветствовать. Приветствую также и зрителей. Зрителей, кстати говоря, очень много собралось. Пока Сычев на лавке, но в втором тайме должен появиться. Денис Викторович говорит, что это тоже определенное решение будет, потому что есть лимит на возрастных футболистов. А у нас и Белкипер, и Закускин делал с третьего года рождения. Поэтому там нужно какие-то изменения делать, чтобы выпустить Сычеву в втором тайме. Тем временем капитаны команд пошли поднять флаг Российской Федерации и звучит гимн. Доб, помочь? Все? Помочь? Да нормально, нормально, нормально. Все живы, здоровы? Все вообще готовы и лучше, чем когда-либо. Тортовал матч. Я, конечно же, пошел за ворота хозяев. Пока мы видим с нами труда Казанка. Счет 0-0. Но по настрою наших ребят, по таким куларным разговорам, что ли, есть подозрение, что наши ребята должны выиграть, просто потому что они очень уверены в себе. И просто-напросто считают себя футболистом более высокого уровня. Так и есть на самом деле. Но пока действительно много борьбы, как говорил Клюев. Боевитая команда нас принимает. В принципе, по второму индивидуально все матчи такие будут. Ради этого и заявляли сюда. В первом опасном моменте Анисимов расстреливал. В итоге угловой. Подавать сбежит Угарев. Седьмой номер. Восьмой номер у Голанина. Номера новые. Теперь у Казанки же отдельная заявка по номерам. Поэтому они могут взять и все самые крутые номера. И семерку, и десятку, и девятку. А это гол, друзья. Первый гол Казанки. Стадион практически полностью забит. Хорошая погода. Дмитрий Сычев приехал. И сектор локомотива, точнее сектор боечка в Казанке, тоже полный. Только что ребята перевестились, чтобы подальше на знамени труда находиться. Его заряжают ребята. Вперед, вперед, вперед локомотив Москва. Локомотив, локомотив. Вперед идет локомотив. Вперед идет локомотив. Вперед идет локомотив. Вперед идет локомотив. Парни, а про Казанку есть уже что-нибудь или нет? Про Казанку уже есть что-нибудь? Может просто вперед Казанка. Вперед Казанка! Вперед Казанка! Вперед Казанка! Вперед Казанка! Вперед Казанка! Интересно, что здесь вместе на фан-секторе Орехово-Зуево, да, Знамя Труда, висит еще и Локомотив Москва. Да, у нас буквально половина болельщиков Локомотива. Вот сегодня мы за слабую команду пришли за местную болеть. Но не сильно расстраиваетесь? Да, мы не расстраиваемся, мы пришли не из-за результата, мы просто поддерживаем обе команды. Как Сычев? Ждем во втором тайме? Конечно, ждем. Я уже молодым игрокам сказал, что мы просим его подойти к нам, сфотографироваться. Я даже как-то не болельщик, не тех, и то его ждут. Мы все ждем его появления. Да, интересно, интересно. Ну и обещаем в свою очередь прийти на матчи Казанки, конечно, по возможности. Ибо солнце напекло, бред несет. Большое спасибо президенту, всем, кто это сделал. Это большой праздник для нашего горна. 4-0 после первого тайма тем временем. Да, вообще страшно. Пришли в поле. Сходите с поля, начало. Можно вас поймать? В общем, 4-0 после первого тайма, и Сычев сейчас разминался. Сейчас на самом деле, да, главная интрига второго тайма, да, это выход Сычева. И вот дождались мы еще одно историческое событие внутри другого, более масштабного исторического события. Дмитрий Сычев выходит на поле в майке Казанки в официальном матче, и болельщики «Локомотива» приветствуют его. Побежал Дима Сычев. Занял место на «Острие». Сычев забей, Сычев забей, Сычев забей, Сычев забей, Сычев забей, Сычев забей. Сычев забей, Сычев забей. Только что Сычев забил. Шестой мяч Казанки, первый для себя после выхода на замену. Событие действительно очень большое. Его сразу все ребята поздравили. Дима рад. И прям видно, что бегает человек с улыбкой. Ну и болельщики, конечно, очень рады зарядили сейчас Просычева. Ну и вернулись к основной кричалке на сегодня. Парничка победит. Кто-то здесь совсем наш. Финальти отбил нас в Галкито. Так что по-прежнему ведем в сухую 6-0. Седьмой. Все, конец. 7-0 выиграла Казанка в своем первом официальном матче. Очевидно, что возглавила таблицу зоны Запад ПФЛ. Болельщики ликуют, и футболисты идут их благодарить. В том числе капитан команды Дмитрий Сычев. Именно Димов с капитанской повязкой заканчивал сегодняшний матч. Именно он забил гол. И сейчас, я думаю, наверняка будет и фотография общей игроков и команды. Прекрасное окончание первого матча. Было бы и прекрасным окончанием нашего выпуска, но я все-таки еще немного попрестаю к ребятам и на поле, может быть, даже и в автобусе. Вот так вот. Сань, первый официальный мяч в истории Казанки. Все, ты вошел в историю. Это очень приятно. Вообще много исторических событий, но у тебя тоже в дебютах. Штрафные. Ты штатный, да, исполнитель? Ну, в принципе, у нас пару человек есть. Я сегодня очень уверен, что забью. И не ошибся. До этого в товарищеских играх тоже получалось. Ну, как вообще? Я, в принципе, с кем не разговаривал до матча. Все как-то боялись все-таки говорить наверняка, но, в принципе, все понимали, что выше уровнями должны, да? Конечно. Ну, блин, сегодня выиграли, достаточно уверен, но нельзя обольщаться. Все соперники такие? Нет, я не скажу, что все. Да и та же команда во втором круге, я не думаю, что такая легкая игра будет. Поэтому нельзя сейчас обольщаться. Нужно настраиваться уже на следующий матч. Приходить. Когда узнаешь? Через неделю. Ну, примерно, да, наверняка. Ну, а вот и раздевалка после игры закончилась за счетом 7-0, но тут никаких празднований, никаких боб и криков. Все в рабочей атмосфере, ребят, все спокойно помоются, переоденутся и поедут домой. Поздравляю с дублем. Спасибо. Почему никто не радуется? Нет никаких. У нас почему-то, знаешь, только какой-то групповой фотографии все сейчас делают. Все рады. Ну как? Ну как-то очень буднично получилось все-таки 7-0, не буднично, да? Сейчас по лещикам. Все впереди еще. Все впереди? Все впереди. Почему никто не радуется? Объясни. Почему он как-то буднично воспринялся? Наверное, слишком крупный счет. Все такие будут? Думал, да. Уверен. Ваня, сейчас скажут, как тебя? Ну, положительные боссы. Все говорят, второй дивизион, задавят, задавят. Чуть не задавили. Ну, я думаю, мы вышли с палачом, коллективом, задавили, группу, задавили. Мы нужны победу. Важно было на ноль сыграть? Конечно, обязательно. Киперу похлопаем? Ну, на ноль, ну-ка. Давай, Киперу. Киперу похлопаем. Давай, Киперу. А вот стандарты снимаем, вот мы на киеве шиши. Венис Викторович, с победой сейчас-то можем поговорить немного? Немножко. Тоже немножко. 7-0. Все такие соперники или нет? Да, ну, вы знаете, конечно, будет намного сложнее. Хорошо, что так сегодня сложилось. Ребята молодцы. Ну, сейчас скажем, что это, наверное, из таких матчей будет заключительным. Остальные соперники будут сложнее намного. Настраиваются. Да, естественно. То есть никакого шапка закинется в настроении не будет. Кого-то одного выделить, я знаю, вы никогда не выделяете. Ну, может быть, введем рубрику «Игрок матча»? Нет, «Игрок матча», я думаю, что Рома, ротарь. Важно было, да, сейчас в концерт? Ну, конечно, да, для уверенности, чтобы почувствовать, на ноль сыграть, это очень важно. Ну, а так вся команда, конечно, у нас все. С победой и свидетельствием. Спасибо. Такая вот пресс-конференция здесь. Видимо, сделанная в последний момент в тренировке. Написано, что можно ходить только в бахилах. Ну, да ладно. С победой, как знаменем, три класса, что-то в седьмой, да? Тренинг, помогает Казанка, принесет дочь Клюш. Готов ответить на ваши вопросы. Давайте начнем с Петхашова, помогали победу за этот день. Ну, если по игре говорить, то результатом, конечно, мы довольны. Это была первая игра, очень важно, как раньше говорили, как начнешь, так и все продолжится. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Ничего не сделаешь? Матч уже как в 45 минут закончен, а все еще вовсе не отпускаются и фотографируются с живой легендой. Тихо. Не устал? Да нет. Еще встанешь? Это невозможно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok